Музыка Уважаемые коллеги, от имени фракции КПРФ, также хочу поздравить вас со Всемирным Днём Авиации и Космонавтики. 52 года назад первый человек Земли, наш советский человек, полетел в космос. Это была победа всего народа, всего многонационального советского народа. Всей страны, потому что у нас была передовая наука, было лучшее в мире образование, было передовое производство. И было за что любить нашу Родину. Нас уважал весь мир, этого не вытекнешь из истории и не выбросишь из памяти. Вот за последнее время я дважды участвовал в телепередачах под общим названием «СССР» с нами. Сами журналисты выбрали эту тему, потому что им подсказали итоги недавно проведенного опроса общественного мнения, который провел исследовательская организация «Левада-Центр». Эти итоги публиковались во многих газетах-журналах, в том числе и в нашем журнале «Российская Федерация сегодня». Я напомню буквально три цифры. 36% опрошенных высказались за возрождение советской политической системы. В 2,5 раза меньше, только 17% высказались за сохранение нынешней. Больше половины, 51% опрошенных высказались за возрождение советского государственного управления и планирования. Государственное планирование – вот такие результаты. И это несмотря на то, что с утра до вечера многие средства массовой информации поливают грязью наш советский период. Да, действительно, это не случайно. Кстати, наши законы, принимая нами с вами, к сожалению, этому способствуют. Я бы хотел сегодня несколько слов сказать о новой пенсионной реформе, а точнее о новой пенсионной формуле, как ее называют. Это очень непростой, нестандартный вопрос, и не хотелось бы, чтобы он прошел как-то у нас в дежурном режиме. Что нас волнует? Но первое, пенсия будет исчисляться не в рублях, а в баллах. А вот продукты, товары в магазинах будут по-прежнему продаваться за рубли. И, наверное, никто, даже человек с высшим образованием, не сможет подсчитать свою пенсию. Стоимость балла будет определяться в начале каждого года в зависимости от того, сколько соберут денег в пенсионную систему. А собрать их можно только за счет производства бизнеса, которые, к сожалению, каждый день продолжают закрываться и закрываться. Поэтому, мне кажется, прежде чем назначать лечение, надо разобраться-то. А почему у государства не хватает денег на пенсионеров? Второе. Входной возраст для получения трудовой пенсии возрастает сразу в три раза, с пяти до пятнадцати лет. Но при нынешней безработице и, к сожалению, порой в вынужденной работе без оформления эти пятнадцать лет могут превратиться легко и в двадцать лет, и в тридцать лет реальной работы. Третье. Происходит попытка заставить людей позже выходить на пенсию. При нынешней нищей пенсии это сделать, в общем-то, несложно. Я вам напомню, что у нас трудовая пенсия немногим более десяти тысяч рублей. А вот в западных странах, мы уже цифру называли в этом зале, от шестидесяти до восьмидесяти семи тысяч рублей, если переводить на наши деньги. Да еще плюс расширенная система социальных льгот. Поэтому их пенсионеры после выхода на пенсию могут позволить себе путешествовать по всему миру, а нашим порой на огород не на что доехать. Вот неделю назад ко мне обратилась пенсионерка из Старожиловского района нашей Рязанской области. За прошлый год ее пенсия возросла на пятьсот семь рублей, а земельный налог за ее участок, ну проще, за огород, составляет семьсот тридцать четыре рубля. У нее двадцать три сотки, то есть льгот нет. Вот обратите внимание на одну цифру, за последние годы земельный налог на эти огороды возрос в сорок два раза, я не ошибся, в сорок два раза. Прибавки к пенсии не хватает даже на то, что просто платить налог за свой огород, а ведь его еще нужно спахать, купить удобрения. То есть вся система подталкивает к тому, что пенсионер не может иметь огород, не может выращивать свою картошку и купить картошку в магазине он не может. Вот такая забота у пенсионеров. Нужно еще сказать, наверное, и о скрытом понижении пенсии. Вот два дня назад в этом зале я приводил слова председателя Росздоровнадзора о том, что по их исследованиям 72% российских лекарств недоброкачественные. 72% Каждое третье импортное лекарство недоброкачественное. Вот и получается, пенсионер купил лекарства, а для здоровья улучшений толку нет. Он второй раз покупает толку нет, он третий раз покупает толку нет. Скажите, а хватит его пенсии, чтобы два, три, четыре раза покупать то, что ему не помогает, но нужно? И кто подсчитал убытки пенсионеров, снижение пенсии вот от такой государственной политики? А ведь многие лекарства, как вы знаете, стоят сотни, а то и тысячи рублей. К этому надо добавить, что многие медицинские услуги становятся платными для пенсионеров, и они вынуждены платить, потому что бежать этих услуг им просто не выжить. А рост стоимости жилищно-коммунальных услуг за 2000-е годы, который составил 10 раз, это не наши данные, не данные КПРФ, это данные независимых экспертов, экономистов 10 раз. А в разы увеличения цены на молочные продукты, на крупы, на овощи, это что, уже стало системой роскоши? Проще, если взять из нашей пенсии пенсионера, выбросить только услуги ЖКХ и разделить оставшуюся сумму на 30 дней, то это будет уже не пенсия, а просто бухенвальтская норма. Действительно, остро нуждающихся в повышении пенсии много, но для этого им нужно выйти на пенсию на 5-10 лет больше, то есть продлить свой пенсионный возраст. А многие мужчины доживут до 7-10 лет, вот и получается для государства выгода разгрузка пенсионной системы, экономия средств, вообще страшное государство. Четвертое, непонятно почему, как только пенсионер выходит на пенсию, сразу его прожиточный минимум сокращается в полтора раза. То есть он уже не нужен государству, он уже не человек, а получеловек, так получается. Пятое, разработчики новой пенсионной формулы ставят еще одну, как они говорят, амбициозную большую задачу, довести коэффициент замещения трудовой пенсии до 40%. А я напомню цифру, которую тоже, надеюсь, многие знают, что в развитых странах коэффициент замещения составляет от 80% до более чем 100% прежней зарплате или окладу. А наши морочат голову, 40%. Да и то для этого человек должен отработать не менее 30 лет и получать зарплату не ниже средней по стране. А какая зарплата у учителя, у врача, у ученого, у колхозника, у рабочего, у инженера? То есть получается им никогда не выйти на среднюю пенсию по стране. За что же их так государство-то наказывает? То есть если посмотреть, то создается ситуация сознательной дискредитации государственной пенсионной системы. Пусть каждый сам себе зарабатывает на старость как может, а если он не может, пусть на себя и обижается. Но тогда возникает резонный вопрос, а зачем тогда вообще мы платим страховые износы? Может в этой ситуации просто отказаться от них? И пусть каждый сам выживает. Тогда и нынешние власти государства никому не нужны будут. В заключении хотел бы сказать несколько слов еще об одной проблеме. Я уже говорил с этой трибуны о подготовке блока законов с общим названием о Высшем Совете по нравственности на телевидении и радиовещании, который несколько лет ведет наша фракция КПРФ. Мы в 2010-2011 годах дважды направляли этот пакет законов в правительство и, к сожалению, дважды получали отрицательный отзыв. Но вот 12 декабря прошлого года, как вы знаете, президент стороны Путин Владимир Владимирович в обращении к Федеральному собранию начал именно с тех вопросов, которые записаны в нашем законе. Наверное, не случайно. Поэтому сейчас готовится третий вариант этого законопроекта о Высшем Совете по нравственности на телевидении и радиовещании. Суть его не в установлении какой-то чиновничьей цензуры за журналистами, а в установлении контроля за нравственностью телепередач. Поскольку закон сам по себе крайне важный, о нем мы все говорим, то я приглашаю депутатов всех фраций подключиться к этой работе. Может быть, войти в состав соавторов, разработчиков этого закона. Кроме того, мы предлагаем, чтобы и от президента, и от правительства тоже были свои представители в Высшем Совете о нравственности. Были бы представители от каждой основной религиозной конфессии. Есть возможность, вот так дружно, уже в мае месяце, в третий раз внести данный законопроект в правительство. Уважаемые коллеги, я начал выступление с некоторых итогов опроса Левада-центр. Я хочу этим и закончить. Да, больше половины опрошенных высказываются за возвращение к советской системе. И если мы примем вот эту новую, навязыванную нам пенсионную формулу, таких людей, кто хотел бы вернуться в советскую страну, будет еще больше. Ну а действительно, зачем нам правительство, которое не думает о своем народе? На мой взгляд, такое правительство просто бессмысленно.